скажите а я вот туалет хочу сходить не так далеко если ты потерпишь есть еще одно место и возможно мы осуществим наши желания друзья всем привет welcome to ukraine меня зовут антон тараненко и это выпуск visit ukraine на улице холодно сейчас минус 17 это киев и это середина января этот выпуск будет о потребностях и нуждах человеческих я сейчас описываюсь мы будем сегодня тестить громадские брали городские туалеты city water ну что наше первое место друзья центр города европейская площадь арка дружбы народов новый пешеходный велосипедный мост филармония и новый туалет от киев от фунт это городской туалет двери почти получается автоматически закрывается стоимость 5 гривен друзья 5 гривен это там очень-очень мало евро центов бесконтактная банковская карта окей до 15 минут можно пользоваться туалетом мы открываем приложение да с моей карточкой и пробуем пробуем эту историю поднесу зачекайте прохид заборонено может быть там кто-то есть занято написано ну давайте подождем друзья пока мы ждем вы должны сделать знаете что подписаться на наш канал visit ukraine прямо сейчас быстренько подписка колокольчик и знать все о том что происходит в туристическом и индустрии гостеприимства в Украине мы долго ждали не дождались если там конечно сидит человек то ну все может быть на 15 минут заявленные прошли уже давно мы набираем сервисную службу и уточняю вообще что происходит потому что это самый популярный городской туалет и фью момент слетел а вот приезжай да добрый день и скажите а я вот туалет хочу сходить который находится возле арки дружбы народа возле европейской площади а он закрыт написано занято но мы уже больше 20 минут ждем тут у вас написано час використания обмежена до 15-й хвилин так 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 я зрозумево перепрошу мы наведяемо-с такого уже замерз туалет так может там человек есть вместе с человеком замерз Не, 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 он бы видезлался уже. Да? Так может он уже давно там, это, ушел в мир, где туалеты работают? Божливо, божливо, так. Хорошо, дякуй ему за дзвеночек. Это филармония, так? Да, филармония и арка дружбы народа, все верно. Так я дружелю, хорошо, дякуй ему за дзвеночек. Да, спасибо, спасибо, мы в поисках других туалетов. Ну, друзья, это реальность, я вам скажу. Пока 1.0 в пользу нетуристов. Ребят, вопрос. Скажите, пожалуйста, о, какая страшная штука. А вы куда в туалет ходите? В этот? Так он закрыт не работает. А когда вы последний раз там были? В перед Новом году. В перед Новом году. Ну, капец, в перед Новом году, это 15 дней назад. Не работает. Не работает. Ну, ладно, там не ваш друг случайно его знанял? Не? Ну, ладно, хорошего дня. Друзья, ну, в туалет же хочется. Побежали искать другой. Тут, кстати, и через дорогу есть еще один городской туалет. Мы зашли на сайт Киевод фонд. Здесь вся карта общественных и городских туалетов. Мы проверим все. Тут даже есть те, которые, собственно, с возможностью посетить людям с ограниченными возможностями. Сейчас вот здесь еще один туалет есть, который находится прямо возле гостиницы «Днепр». Мы как раз возле гостиницы «Днепр». Давайте его затестим. Знаете еще, почему мы решили снять именно сегодня? Потому что сейчас, вот до 24 января в Украине действует определенный такой интеллектуальный локдаун. То есть, что-то работает, что-то не работает. Ну, а общественные места, рестораны, кафе, они не работают. То есть, альтернативы городскому туалету, либо общественному туалету, ее нет. Жека, я даже не знаю, что там делать, потому что я хочу по-маленькому. Ты-то мне говорил, что ты хочешь по-большому, а это уже второй неработающий туалет. Я даже не буду прикладывать карточку, потому что вытаскивать телефон и прикладывать, это очень холодно. Напоминаю, друзья, на улице минус 15, минус 14. Вон, посмотри, реальность, покажи, реальную погоду. Минус 14. У меня есть тебе интересное предложение. Тут не так далеко, если ты потерпишься. Есть еще одно место, где, возможно, мы осуществим наши желания. The next one. Очередной, непрощающий туалет Киева. Это вот эти все новые, красивые. Знаете, все новое, красивое должно еще, так сказать, провериться временем. Временем и, наверное, градусами. В данном случае я говорю сейчас про мороз. Минус 15, который мы, собственно, и снимаем этот выпуск. Там работал туалет. Где? Вот, вот там. А, слева есть, да? Покажи, идемте. Да. Потому что я сейчас сделаю очень вовремя, чтобы снимать. Ага, ага. За городской бюджет. А там он работает, да? Да, он должен работать. А, должен, а он работает. Не, не, покажи, он не работает. А, ну, давайте посмотрим. Смотрите, вот, смотрите, бок, бок. Ага. Вон, вон в углу. Да. Не, 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 вон в углу. М и вот, вот, вот. М и Ж. Это городской бюджетный. Они должны бесплатно открыть и будут работать. И в обладе городского бюджета Киева. Я отвечаю. Я понял. Спасибо большое. Спасибо, удачи вам. Ну, ребята, это не пацанной игрок. Это не дублер мой. Если вы заметили, мы с ним немножко разные. Ну, вот, ну, давайте проверим. Итак. А, так он заколочен. Не, ну, он давно не работает. Тут уже, как бы, анриел. Не, ну, я думаю, скоро это место превратится в очередной какой-нибудь коммертийный заклад. Женок, мы же все-таки проверили должны тот, поэтому давайте вернемся. Ну, не про все мы уже цичу. Давай попробуем его, как-то кажуть, это, расколдовать. Он, скорее всего, замерз. Как, собственно, и те предыдущие три. Вот из этой серии ребята, конечно, не такие активные. Нет, 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 нет. Я думаю, здесь нужно написать. Туалет не работает там при минус 10, минус 15. Добежали мы до улицы Прорезная, которая, собственно, и пересекает кричать. И тут есть другой туалет, другой конструкции. Мы сейчас проверим, работает ли он, друзья. Но это уже не дело. Я чувствую, будет как в той песне. Аргентина, Ямайка, 5-0. Но мы не сдаемся, мы полны, полны всего и жидкостей тоже. Поэтому Вильно, ё-моё, ты видел эту магию? Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Комунка работы с картой. У тебя есть обычная карточка? Дай обычную карточку. Я нашел карточку. Значит так. Помолка работы с картой. Ну почему? Есть! Надо было подержать, друзья. Подержать, подержать, подержать. Я сниму сейчас, как тут происходит все. Есть унитаз, туалетик. Не супер чистый, но, ребят, это лучше, чем что-либо. Смотрите, есть туалетная бумага. Это тоже хорошо. Корзинка для сметя. Умывальник для рук. А ну-ка. О, тут тепло. Ну, друзья, 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 один пользу, пользу все-таки. Все работает. Тепло, тепло, тепло. Значит, стоимость этой всей истории 5 гривен, 5 гривен. Это вообще, это копейки, копейки. Туалет выглядит очень неплохо. Ну, вы видели сами. Собственно, ну, работает. Правда, вот сейчас написано опять занято. Я не знаю как, но вы видели. Магия случилась прямо с нами. Направляясь от Софийской площади к Михайловской, мы можем встретить по правую руку туалет. Туалет, который для посещения людям с ограниченными возможностями. Вильну. Давайте попробуем это все сделать непосредственно с телефона и через PayPass. Он не принимает почему-то карточку. Но мы попробуем же обычную карточку. Карточку не принимает. Значит, вот 5 гривен наш. О, пошла. Так, деньги он принял. У-ху, смотри, открывается дверь. Мы с вами в большом, реально крутом туалете. Тут тепло. Друзья мои, есть поручни для людей с проблемными моментами. Бумага тут есть. Смываю. Ой, вода есть. Смотрите, мыло. Мыло пошло. А вот вода. Третий вариант, это сушка. И тут есть даже антисептик. Он как бы есть, но его нет. Нашли самый обычный биотуалет в центре Киева. Надеемся, что, возможно, он работает. Нет. Нужно все-таки иметь собственный ключ для того, чтобы сходить в этот туалет. Я так понимаю, этот туалет определенной акции, которая сейчас происходит. Но также для обычного человека эта опция закрыта. Вильню. А знаете, почему вильнюю, почему это все работает? Потому что он не на карточке, а на кэш. Меня опять выручает наш видеооператор Женя. У него снова есть пятерочка. Есть. Вау. Ребят, ну, слушайте, все, достаточно жарко. И так, я снова включил камеру. Значит, мы находимся в том самом туалете. В таком же точно, как вот те, что на Крещатике, что возле арки дружбы народов. Которые не работают, к сожалению, не работают. Этот работает. Но он только на кэше. То есть, если у вас нет кэш и нет 1, 2, 5, вы им не воспользуетесь. Теплая вода. Ого-го-го. Ого-го. 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 Так, она будет сушить? Пошла сушка. Сушить. Здесь коржинка для смятя. Кладетики самые обычные. Вот. Зеркальце. Короче, все есть. Даже есть крючок, чтобы повесить свои вещи. Либо куртку. А на двух языках, украинско-английского, все тут, собственно, расположено. Ну что, я думаю, можем выходить. Значит так, Евгений, я вам скажу, что это реально рабочий туалет. И мое мнение, он работает потому, что там минимум электроники. Мы узнали, друзья, как выглядят внутри вот эти самые туалеты. Друзья, наш челлендж, как попасть в городской туалет при минус 17, подходит к концу. Итак, из плюсов. Туалеты есть. Они даже работают. Мы даже нашли те, которые нам открыли свои двери. Поэтому они точно могут вам помочь. Из минусов. Большинство туалетов, к сожалению, скорее всего, в мороз не работает. Туалеты не совсем предназначены для современного пользования. Не работает либо PayPass, либо считывание по карте, либо же возможность только оплачивать купюры меньшего значения. Один, две, либо пять гривен. На самом деле, туалетов стало больше, поверьте мне, еще в 2016-2017 году мы занимались этим вопросом. И программа городская по обустройству территории и установке городских туалетов, она идет. То есть говорить о том, что у нас ничего не происходит, это неправильно. Но в то же время есть на чем работать. Специально для туристов, которые приезжают к нам, для тех, кто проводит экскурсии, для экскурсоводов, для гидов, чтобы понимать, что в минус 17, друзья, нужно все-таки быть внимательными к тому, каким образом вы будете гулять на улице. А мы двигаемся дальше. Это был Visit Ukraine. Я зовут Антон Тараненко. Увидимся с вами очень скоро на YouTube-канале. Может, там спит кто-то? Ха-ха! Ого! Продолжение следует... Продолжение следует...